Иро и трансформация. Всего лишь эти два инструмента понадобятся вам сегодня, чтобы создать животное в стиле лайн-арт. Саня с вами. Это курсы по иллюстратору. Погнали! Для того, чтобы создать иллюстрацию в стиле лайн-арт, нам понадобится идея. Идея в данном случае волк. Чем-то похож на волка из Маугли, ну да ладно. Я уже сделал скетч и импортировал рисунок в документ. Если вы не знаете, как это сделать, посмотрите мое предыдущее видео. Если знаете, погнали дальше. Нам нужны будут направляющие линии, то есть гайды. Они у вас есть в вашей вьюхе, вот guides. И вы можете их показать либо скрыть. На control и точка с запятой у вас будут показываться, либо скрываться ваши направляющие. Для того, чтобы их добавить, нажимаем control R, у нас появится линейка. Появится в вашем документе и просто перетаскиваем, куда вам надо, из левого края направляющие и потом сверху вниз. Эти направляющие можно, естественно, относительно вашего артборда центровать. То есть вот я сделал их центрование по, получается, по вертикали, да, и по горизонтали. Все, теперь смотрите, вот опять же, если я хочу скрыть, то делаем control точку запятой. Хотим показать control точку запятой. Еще раз нажимаем. Control Alt точка запятой. Нам блокирует наши направляющие для того, чтобы мы ничего с ними не могли сделать. Вы, конечно, могли их просто заблокировать в ваших слоях, но это как-то, наверное, не очень, не очень принято, я думаю, так. Так вот, в общем, блокируем после того, как мы их отцентровали, чтобы их случайно не задеть, потому что когда вы будете работать с вашей иллюстрацией, вы будете там выделять все, случайно задевать, удалять, потом будете беситься, так что лучше так не делаем, сразу блокируем. И теперь надо отцентровать ваше изображение, либо мое в данном случае. Может, я его чуть-чуть наклоню. Относительно наших гайдов. Центруем, смотрим, когда он нас устроит. Выбираем примерный центр изображения и блокируем его. Теперь для того, чтобы нарисовать lineart, нам нужен инструмент перо. Это буква pen на английском, pen tool. Приближаем и начинаем отрисовывать элементы. У меня вот здесь есть глаз, здесь есть глаз, не знаю. Давайте используем этот. Все, и по примерным точкам рисуем наш глаз. Лучше выбрать какой-то более или менее выделяющийся цвет. Я в основном всегда использую красный. Можете использовать какой-то другой, если хотите. Теперь нам нужно нарисовать треугольники. Для того, чтобы их сделать, просто подводим. У вас будет написано anchor, то есть якорь. То есть от этой же точки рисуем примерно другую точку. Ну я предпочитаю делать треугольники, но можно делать четырехугольники. Либо там треугольники, как угодно. Не то, чтобы у нас есть какая-то основная идея того, как надо сделать. Не обязательно делать треугольник, не обязательно делать четырехугольник. То есть смотрите, как вам самим будет удобно. Кстати, в данном случае, смотрю, что не закрыл свой путь. Вот видите. Для этого я могу, конечно, соединить их. Могу сделать вот так. Да, и теперь нажать Ctrl-J, либо пойти в объект, путь и join сделать. Говорит, что надо, чтобы две точки были в разных местах. Ну вот, смотрите, теперь выбираем этот объект. Нажимаем Ctrl-J, и вот он у нас соединил их. Можете посмотреть. Вот у нас, видите, теперь соединен путь. Но мне не нравится вот эта маленькая часть, поэтому лучше ее было бы убрать. То есть когда нажимаем на Pen Tool, и у нас выбран объект, допустим, этот путь, у нас появляется минус. И когда нажимаем минус, убирается опорная точка, и у нас изменяется фигура. То есть вот в данном случае у нас изменилась наша фигура. Все, теперь обрисовываем всю фигуру где-то. Смотрите, давайте сделаем так. Так, даже сейчас я сделаю одно ухо дополнительно. В данном случае я сделаю чуть-чуть скругленное ухо, потому что скругленное мне нравится просто больше, и все. Добавим еще один треугольник. Как вы можете видеть, здесь у нас чуть-чуть выходят, видите, острые края. Из-за того, что у нас угол не скруглен, вы можете просто скруглить углы, и будет намного лучше выглядеть. То есть уже не будет выступа вот этого неприятного. Так, в принципе, можете сделать в конце работы, либо сейчас, как вам будет удобнее. Теперь перейдем к инструменту трансформации. Он нам понадобится на данном шаге. Выбираем все наши фигуры, которые у нас уже были нарисованы, и группируем их при помощи Ctrl-G. Вот у нас появилась группа. Можете ее там назвать WolfHead. Если вам будет удобнее. Вообще, я бы, конечно, советовал именовать ваши слои, потому что, когда вы вернетесь к ним через 50 лет, вообще не поймете, что там было. Но если, естественно, не вернетесь, то ничего страшного. Смотрите, у нас есть инструмент зеркальное отражение, который у нас Reflect Tool называется на английском, и при помощи буквы О выбирается. И вы могли бы просто отзеркалировать вашу часть волка, и она бы у вас появилась. Это было бы удобно, если бы у вас уже была готова эта серединка, и вы бы точно знали, как он выглядит. Когда вы просто зеркалируете и не рисуете заново эту часть волка, это очень удобно. Но так как вы сейчас будете работать дальше, и будете его дорисовать, то вы бы хотели видеть, как рисуется эта картина. Поэтому таким инструментом мы пока не будем пользоваться. Используем трансформацию. То есть здесь у нас есть эффект Transform. Сейчас надо сделать еще небольшую часть в нашей группе. Нужно нарисовать вот это вот начало головы волка. Давайте, допустим, нарисуем ему нос, чтобы знать, где точно у нас крайний угол животного. Отлично. Теперь, смотрите, у нас есть нос, есть глаз, есть ухо. Выбираем всю эту группу, вот что у нас уже есть. Идем в эффекты, трансформация. Идем в трансформацию. И по иксу его зеркалируем. И добавляем копию одно. Теперь еще нам нужно его по... Получается, вот, правого края здесь. Нажимаем ОК. И получается, теперь у нас уже есть эта часть волка. Правая, получается, морда, либо левая. Если вы теперь будете рисовать что-то, давайте я просто начну делать. Вы поймете, о чем я хочу сказать. Видите, у нас уже дорисовывается с правой стороны автоматически часть. Теперь будет намного проще рисовать, чтобы видеть, как у вас получается. Потому что, понятное дело, то, что рисунок был с одной всего лишь частью. Сейчас будет еще другая часть. Намного будет удобнее, когда будет видно, как получается вся ваша фигура. Когда вы заходите в группу, рисунок становится чуть прозрачным. И от этого вам еще становится проще рисовать. Так что давайте теперь возьмем Pantool. И будем делать треугольники, квадраты, многоугольники и так далее. Для того, чтобы обрисовать морду волка. Сейчас ускорю видео. И погоним. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дисклеймер 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 Готово. Вообще, я бы, может быть, его еще немножечко подредактировал. Но так как это у нас урок, и вы сами будете думать, насколько вам все нравится или не нравится, то предлагаю продолжить работу. Смотрите, если сейчас мы уберем направляющие линии, то можно будет увидеть, так сказать, пробел между этим всем. Для того, чтобы его убрать, мы должны перейти в эффекты. У нас есть панель Appearance, либо можете через Windows ее открыть. Только помню, она где-то здесь есть. Вот, Appearance, Shift, F6. И можете также перейти в ваш эффект трансформации. Он у вас откроется тем же самым, который у вас есть сейчас. То есть, если вы там добавите копии, то они у вас добавятся. Ну, понятно, я не могу сейчас отдалить, но... Ну, вот, видите, то есть, если добавить... Убрать копии, они у вас уберутся и так далее. Для этого мы это делаем для того, чтобы по горизонтали чуть-чуть убрать расстояние, то есть, вот, в минус один пиксель. То, что у нас может выходить расстояние дальше из-за наших линий направляющих, вот этих, которые у нас есть. Если нам вот нужно вот эти добавить или там чуть-чуть передвинуть, то просто выбираем их при помощи прямого выделения. Это просто A, Direct Selection Tool. Выбираем эти две точки, вот эту точку. И просто двигаем их чуть-чуть вправо на клавиатуре. Все, вуаля, теперь у вас полностью соединенная фигура. Вы могли заметить на ускоренном варианте, если вы заметили, то, что вот эта у меня фигура, но это не заливка, а также инструмент обводки. Это просто жирная обводка, которая идет в центр. Пользуется для того, чтобы, если я сейчас захочу поменять во всей моей группе цвет, то у меня, видите, в обводке будет один общий цвет. То есть, я сейчас его могу легко поменять на синий, либо поменять на любой другой, на который я захочу. На мой взгляд, так будет удобнее. Давайте обратно включим наши гайды, чтобы посмотреть, насколько у нас по центру. Может быть, вот эту точку сделаем чуть-чуть повыше. Здесь у него чуть-чуть уберем щеку. Теперь нам нужно сделать рук. Я вообще предложил бы его еще чуть-чуть уменьшить на самом-то деле. Для того, чтобы пропорционально уменьшать, зажимаете shift. Да, теперь хороший размер. Теперь давайте нарисуем ellipse. Это у нас L-инструмент на клавиатуре, ellipse. Рисуем ellipse. Он у нас будет подложкой нашей картинки. А вот смотрите, у нас, так сказать, теперь наш волк не по центру находится. Мы теперь можем также его отцентровать. Может быть, чуть-чуть пониже сделать. Все равно визуально у нас глаза немного обманывают. То есть, на самом деле, по центру он будет находиться вот так. Ну, из-за вот этой точки внизу. Но так выглядит немного некрасиво, поэтому я его чуть-чуть пониже опущу. И на самом деле он не будет находиться по центру. Но он нас зрение обманывает. Он находится как будто по центру. Вот. Теперь давайте скроем пока что нашу фигуру волка. И займемся, так сказать, другой частью. Это кругом и тем, что есть на круге. То есть, у него будет какой-то элемент, какой-то узор. Я делал их несколько в моей работе. То есть, у меня здесь есть, смотрите, узор такой, с кружками, с овалами. Есть с двумя линиями. Есть просто с прямыми линиями. И есть еще с непонятной фигурой. Давайте рассмотрим, наверное, самый простой. То есть, можем расстроить одну фигуру. Для этого мы возьмем фигуру. Не знаю, давайте возьмем любой круг. Или давайте возьмем прямоугольник. Или давайте даже возьмем лучший полигональный инструмент. Нарисуем. Для того, чтобы сделать треугольник, мы на клавиатуре вниз стрелочку нажимаем. Для того, чтобы сделать больше углов. То есть, там ромб. Нажимаем вверх. Там пятиугольник, шестиугольник и так далее. Можно там хоть миллион угольник сделать. У вас будет тот же самый круг. Но не знаю, для чего бы вы это делали. Это совсем странно. Поэтому давайте сделаем там, допустим, пятиугольник. Если зажимаем shift, опять же, он пропорционально будет у вас увеличиваться. Если вы alt зажмете, то у вас, по-моему, ничего не поменяется. Там, если вы, по-моему, делаете то ли звезду, то ли что, у вас может быть более острыми с вашей края, либо нет. В следующем где-нибудь уроке покажу про звезду, если я вам еще не показывал. Давайте сделаем пятиугольник. Сделаем его чуть-чуть побольше. Отлично. И давайте по факту можно было четырехугольник сделать. Давайте все-таки сделаем ромб. Что-то я передумал. Давайте сделаем ромб. Опять же делаем трехугольную фигуру. Делаем там. Вообще по факту могли бы сделать квадрат, но окей, мы решили сделать ромб, так решили сделать ромб. Смотрите, когда хотите его повернуть на какое-то количество градусов, вы можете просто его повернуть через вашу панель Properties. Можете там сделать минус 45 градусов. Минус 45 писать, он, по-моему, такой же будет. Вот видите, минус 45 градусов, он такой же. Делаете 45, естественно, ничего не поменяется. Делаете 90, там у вас будет квадрат. Делаете там, не знаю, что-нибудь 33, а у вас будет 33. И можете так хоть сколько менять. Я делаю чуть-чуть по старинке. Подвожу мышку к углу. У нас появляется другой курсор. Так сказать, Rotation называется. И при помощи зажатого шифта, там по 45 градусов как раз он изменяется. Здесь тоже будет написано 45. Просто мне так удобнее. Не то, чтобы это более правильное решение. Опять же, привожу этот прямоугольник к центру нашего пересечения направляющих и кверху круга. При помощи прямого выделения давайте сделаем какую-нибудь фигуру. Вот эту часть вообще можем удалить, потому что она нам сейчас не понадобится. Мы ее потом лучше отзеркалируем, потому что так будет нам намного удобнее, чем две фигуры переносить. Но смотрите, опять же, если хотите, можно так не делать. Можно просто при помощи шифта зажать две точки и их таскать. Но видите, получится странная чуть-чуть фигура. Поэтому лучше сделаем вот так. Удаляем одну точку. При помощи прямого выделения выбираем точку и перетаскиваем ее, допустим, сюда. Теперь, как я вам показывал раньше, можем не использовать трансформацию, а взять как раз рефлект отражения инструмент. И при помощи вот, где у нас показывается anchor, то есть угол, зажимаете alt, у вас появляется троеточие. Это значит, что он вам даст менюшку, как вам отражать. Можете построить превьюшку, можете по горизонтали отразить, можете по вертикали, можете там по градусам отражать, как вам угодно. Мы делаем по вертикали и копируем. Обязательно делайте копию, потому что если нажмете ok, у вас просто ее отзеркалирует, и вот эта фигура пропадет. Теперь у нас есть две фигуры. Давайте их соединим при помощи ctrl-j. Все, у нас, видите, соединилось. Говорит, не можем больше соединить. У вас уже есть одна цельная фигура. Все. Ура. Теперь давайте как раз сделаем очень много копий этой фигуры при помощи инструмента трансформации. Идем в эффекты, в трансформацию. Делаем выбор точки, которая будет трансформироваться относительно нижней серединки. Это для нас как раз идеально. И делаем угол, который у нас будет использоваться. Давайте будем там, сколько? Давайте на 15 градусов. Отлично. Теперь при помощи зажатого шифта делаем много копий. Не применился или что? Понятно, у нас еще рефлект был включен. Отключаем рефлект на всякий случай. Извините, что у меня был включен. Это, видимо, предыдущая как раз наша. Была. Так, давайте сделаем опять 15 градусов. И увеличиваем. Сколько нам там надо фигур? 23. Мне не очень нравится 15. Давайте сделаем. Может быть. Нет, 10 тоже не очень нравится. Ну, в общем, с этим надо поиграть сейчас. Попробуем сделать. Делаем там, не знаю, несколько копий. Давайте попробуем. 30 градусов. 30, в принципе, нормально. Нет, не нормально. В общем, надо будет посмотреть. Ага. На 30 градусов 11 фигур. Вот, по-моему, получится идеально. У вас могут быть другие, естественно, инструменты и другие у вас какие-то данные. Вот, допустим, можете сделать так. У вас получится ощущение, как будто там какой-то лепесток. Вот. Это один из вариантов. Давайте теперь, допустим, возьмем и нарисуем при помощи инструмента перо просто закругленную линию. Такую. Так, нет. Где она там? В центр у нас попадает. Вот в центр. Все отлично. Сделали закругленную линию. Теперь давайте ее как раз так же трансформируем. То есть идем в эффект трансформацию. Смотрим превьюшку. Отлично. Смотрим, где у нас там по... Вот, крайний правый угол, да. Делаем тогда, давайте, не 30, а сделаем там 15 градусов. И делаем побольше копий. Тоже интересная фигурка получается. Смотрите. Отлично. Давайте ее оставим. Получился какой-то непонятный круг. Можете ее так же копировать и себе еще раз ставить при помощи Ctrl-C, Ctrl-F. Причем у вас сохранится ваша трансформация. То есть теперь можно ее зеркалировать в эту сторону. Зайти в Appearance, в трансформацию. Сделать относительно левого. Левого нижнего. И перенести эту фигуру уже... Да, вот. Вот в серединку. Допустим, можно сделать так. У вас получится вообще очень интересная фигура. Естественно, надо ее еще там будет подтянуть, подтащить. Если нажмете Ctrl-Y, видите, у вас есть только эти фигуры, потому что все остальные у вас еще просто в эффекте трансформации они не показываются. Ну, в принципе, в принципе, хорошо. Мы могли бы еще много раз это все делать. Ну, давайте остановимся на этом моменте. Давайте теперь все это сгруппируем. Также назовем это как-нибудь Circle, то есть круг. Также из-за того, что у нас использовалась только обводка, то теперь мы можем менять цвет только этой обводки. У нас поменяется весь цвет круга. У волка, естественно, цвет должен быть другой, чтобы они не сливались. Но это мы сделаем, когда у нас будет фон. Давайте сделаем фон. Очень мне нравится, когда на темном фоне. Не очень почему-то люблю, когда в данном случае на белом используется этот эффект лайн-арта. Так, фон давайте сделаем, ну, не черный, но супер какой-нибудь темный. У нас есть фиолетовый. Давайте сделаем еще темнее фиолетовый. Этот можем запомнить. На всякий случай Ctrl-C сделаем. Сделаем темно-фиолетовый. А вот эту как раз обводку можно сделать чуть-чуть поярче фиолетовую. А волка, ну, как у меня и было показано, делаем белым. Отлично. То есть теперь, если убираем направляющие, то все равно в середине получается сильно большое скопление одного цвета. Вот давайте я так покажу на сохранении. Видите, получается слишком много цвета. И он будет привлекать к себе слишком много внимания. Так что давайте теперь уберем видимость у этой части. Для этого перейдем в прозрачность, там, в Appearance. И опять же у нас есть Window, Appearance. Нет, не Appearance, как она называется. Transparency, да. Window, Transparency. Вот она у нас есть. Ctrl-Shift-F10. Создадим маску. У нас скроется вся наша фигура. Вот она у нас есть у круга. И мы можем работать теперь с именно его маской. Так что давайте поработаем с маской. Создадим круг. Также из центра тянем при помощи Alt-Shift, чтобы он из центра шел этот круг. Делаем у него... Если, видите, сделаем цвет белый, то он будет просто прозрачный. То есть у нас будет показана только эта часть. Видите, из всей фигуры у нас показана только небольшая часть. Если мы сделаем клип и Invert Mask, то у нас, наоборот, не будет показана центральная часть. Практически это нам и надо. Только у нас вместо только белого цвета будет градиент. От белого к черному выбираем вот здесь, чтобы у нас была заливка. И выбираем радиальный градиент. Вот от черного к белому. Если вам кажется, что меньше, увеличиваем ваш круг. Вот вы можете посмотреть. У вас все будет выглядеть. Я люблю делать чуть побольше. Вот, идеально. Вот он у вас, показан ваш круг немножко на превьюшке. Теперь для того, чтобы работать не с маской, а с обычными слоями, переходим, опять же, на левую часть. Вот, видите, click to stop editing opacity mask. То есть теперь вы перестанете работать с маской прозрачности и будете опять работать с вашими слоями. Ага. Все, теперь так как у нас уже есть наша фигура, давайте еще сделаем вокруг какой-нибудь дополнительный элемент. Можем чуть-чуть уменьшить этот круг. Можете его также при помощи alt shift уменьшать. Он уменьшится пропорционально. И вместе с ним еще и маска уменьшится, так что вообще будет идеально. Опять же, если слышны шумы машин, то я просто сижу у открытого окна, у нас уже тепло стало. Давайте нарисуем еще один круг. Также его рисуем из центра. Если не уверены в том, что он у вас из центра идет, то просто отцентруйте. Зададим ему цвет. Отлично. Ну и теперь давайте сделаем еще какие-то небольшие там символы. Мне понравилось, как я сделал символ в прошлой работе. Он был довольно-таки простым. Делаем круг. Еще один. Причем, видите, он у нас будет прозрачным, поэтому ему надо добавить все-таки заливку. К сожалению, у нас будет такое одно место, у которого есть заливка. То есть вот у этого круга будет цвет заливки. Добавляем вот цвет. Все, видите, теперь. Если посмотреть, вот он у нас как будто так полностью залит. Так, у этого круга будет заливка. Еще давайте скопируем этот круг при помощи альта. Зажимаем alt, когда он у нас находится возле круга. Там появляется второй курсочек. Это значит, что мы сможем скопировать этот круг. При помощи шрифта уменьшаем его. Сделаем такую часть. Там еще добавим при помощи просто прямой линии линии и добавим ей форму линии. Преугольник. Смотрите, там у нас будет интересная фигура. А у этой фигуры давайте как раз уберем верхнюю часть, вот эту вот. Нажмем прямого выделения на верхнюю точку и нажмем на ее, на delete. У нас удалится эта часть. Отлично. Но мне что-то не очень сильно нравится. Давайте сделаем еще как-нибудь по-другому. Давайте тогда сделаем вот так эту фигуру с треугольником, опустим ниже. Уберем их по какому-то значению. Посмотрим, как будет. Наверное, тоже не очень выглядит. Ладно, окей. Давайте удалим тогда эту фигуру. Все-таки сделаем совсем, как у меня было раньше. Увеличим этот треугольник. Его опустим до конца фигуры. Можете при помощи Ctrl-V посмотреть, как вам будет удобнее. Сделали до конца фигуры. А у этой фигуры добавим вот здесь одну точку, чтобы после того, как мы удалили половинку фигуры, у нас удалилась только... Получается, у нас эта вот часть останется, а вот эта часть уберется. Вот так вот у нас будет. Но из-за этого мы теперь можем также отзеркалировать эту часть фигуры. И видите, у нас теперь получилась фигура, как сказать, с более высокой частью. То есть у нас меньше удалилась сверху, у нас не половинка кружка удалилась. Нажимаем Ctrl-J для того, чтобы она соединилась в одну фигуру. И теперь показываем обратно нашу линию, острую. Давайте тоже зададим нет этой фигуры. Кстати, не стоило так делать. Помнил. Ну ладно, окей. Пускай тогда у этой фигуры не будет острых краев. Отлично. Так будет так. В принципе, выглядит хорошо. Обратно включаем наши направляющие. И относительно центра при помощи опять же Reflect Tool будем зеркалировать ее вниз. Смотрите, теперь показываем горизонталь. И у нас по горизонтали она окажется снизу. Делаем копии. Она скопируется. Видите, теперь у нас, если скрыть направляющие, у нас будет две фигуры. Одна вверху, одна внизу. Вот. Это одна фигура. Можем ее сгруппировать. Это другая фигура. Мы ее тоже можем сгруппировать. Теперь выбираем эти две фигуры при помощи Shift. Группируем их. И теперь смотрите, когда мы будем их наклонять. Можете зажать. Как я помню, там сделать нет, не будет. Ладно, давайте тогда Ctrl-C, Ctrl-F копируем фигуры. И делаем их на 45 градусов. Можем еще раз так же скопировать. Ctrl-C, Ctrl-F сделать. Опять так же на 45 градусов делаем. И последний раз сделаем то же самое. Делаем еще на 45. Вот смотрите, у нас получилась такая часть с фигурами. Это один вариант. Так же могли сделать при помощи трансформации. Но мы решили сделать именно так. Собственно, у нас получился волк при помощи lineart. У него получилась какая-то еще в округах какие-то там края, еще что-то, еще какие-то элементы. Собственно, все. Можем сохранить. У меня называется Doggo, потому что я думал, что это вообще какой-то больший пес. Но тем не менее, если у вас возникнут вопросы, вы можете писать их в комментариях. Если вам что-то непонятно, скажите, где было непонятно. Я вам расскажу, покажу. Может быть, сниму еще одно видео. На мой взгляд, видео довольно-таки простое. Если идти по всем шагам, ничего не пропускать, то вы поймете, как это сделать. Если нет, то опять же пишите в комментариях. Надеюсь, видео вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать.